Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру FIFA 23, кругосветку. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Друзья, давно мы с вами не виделись именно в роликах на канале, обычных именно карьерках, потому что прошел у нас чемпионат мира, мы выкладывали прогнозы, у нас был очень плотный график, в некоторые дни даже по 4 ролика выходило, из-за того, что 4 матча чемпионата мира было в один день, но время мы это прошли с вами, вроде как все без изъянов, мы всегда успевали, поэтому все супер, ну и что можно дальше сказать. Всех, во-первых, с наступившим уже 2023 годом, до этого вышел ролик еще с наклейками от Panini, кто не видел, можете посмотреть на канале, компания Panini, которая вот создает журнал для коллекционирования, подарили мне набор российской премьер-лиги, нового вот этого вот сезона, который сейчас действует, поэтому посмотрите, кому интересно, мне будет очень приятно, если оставите там комментарии, да и здесь тоже будете оставлять комментарии, первые 5 комментариев я даже пролайкаю. Ну что же, давайте посмотрим, какие сегодня матчи нам предстоит отыграть, мы сыграем, наверное, 4 матча, из-за того, что давно не играли. Во-первых, это матч против PSV, они сейчас идут на второй строчке, поэтому, ну, мать за 6 очков, как всегда говорят. Дальше у нас играем в кубке Голландии в четверть финале, мы во втором раунде, чуть ли там не отлетели от Твента, вроде как, да, я ничего не путаю. И вот теперь мы будем играть против NECA, и в феврале играем дома против Фортуны, и на выезде против XLSIOR, поэтому вот, как-то так. Так, по чату, во-первых, там почта, сообщения, не знаю, приходят, не приходят, вообще какие-то вот предложения были. Сейчас, так, замечательно, вот это вот нам еще бы здесь не хватало, у нас заново учить собрались. Хайе у нас хотели покупать, а так мы никого не собираемся продавать, у нас очень много подписанных игроков. Ну, вот этот Матьело придет, ну, к нам в следующем сезоне у него, потому что контракт заканчивается с Иглсом, вот. Поэтому для меня, ну, лично я посчитал, что это логичный будет трансфер, увидев, что заканчивается контракт у игрока из РД Визии, его подписать. А по денежкам у нас что? Мне интересно, что у нас по денежкам, а тут все у нас, так что, ну, без трансферов проведем уж концовку чемпионата, сезона. Ну, у нас, в принципе, состав, как по мне, очень даже боевой. А вот зашел я как раз в состав, это наш основной, первый состав, и посмотрите, у нас находится сейчас 7 игроков на скамейке запасных и 3 в резерве. То есть много игроков у нас ушло, те, которые были нами арендованы, я никого не арендовал, просто это, ну, понимаете, до меня еще, так можно сказать. Поэтому у нас теперь вообще 3 нападающих, это Довбик, Ходждонг и Фамие, но зато, мне кажется, теперь у нас многие будут получать свой шанс на поле. И, надеюсь, мы не растеряем вот этот вот запал, в 10 очков сейчас мы лидируем, вот, сейчас вот игра как раз против PSV, пропустим давайте пресс-конференцию, пойдем на матч, играем против первого, ну, против лидирующего, так сказать, соперника. Мы на первом, они на втором, они в любом случае захотят отобрать у нас очки, у них Гакпо, который сейчас уже в Ливерпуль перешел, но у нас тоже есть интересные ребята, за которыми, наверное, все-таки выстроится очередь в следующем сезоне, захотят их подписать. Ну, а так у них есть, вот и Орбан, мы видим Тезе, Синкравин, Бените, Сангаре, Мадуеки, Де Йонг, поэтому, ну, PSV против Херенвена, поехали. Чемпионат Голландии, матч лидеров, турнирные таблицы, PSV против Херенвена, кто бы мог подумать, полгода назад, что именно Херенвен будет идти на первом месте, но вот ключевое подписание, вот, руководство именно клуба, это именно на пост главного тренера Златана Ибрагимовича, он отлично построил игру, и все пока замечательно, а мне очень тяжело сейчас вот привыкнуть, потому что давно не играл в FU-23, даже вроде, ну, стримил ее очень давно, именно карьеру за Андорру, поэтому посмотрим, в любом случае, это, если что, мое вот оправдание. Я уже их ищу, но, надеюсь, не придется. Так, Келерт, и как увидел Киркеза, он отлично еще и подключается к атаку Киркез с левой ноги, я еще так с подкрутки пробил, я вообще думал, что он под правую будет убирать и бить, а он в итоге решил вот так, но надо было тут уже просто, наверное, посильнее в дальний угол прострелить. Деонг, и вот он, опасный момент, и, 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 Гутиерс, 22 минута, вот такой вот обидный рикошет какой-то вообще произошел, можно еще раз посмотреть, я сам даже немного не понял, обрезали здесь, да, я вышел вратарем, а тут просто, ну, он попал мячом, то есть, игрока, даже, я не знаю, переключился я на пятого номера или нет, но здесь Гутиерс отлично подкараулил и в итоге забил свой шестой гол в чемпионате в этом сезоне. Ну, теперь нам надо перестраиваться и выходить пытаться вперед, ну и все, и все, ну нет, Мадуеке, ну нет, 2-0, но здесь прав накрутили, здесь уже ко мне претензии, почему так отыграл в обороне. Через Хае, и, ну здесь бить надо, как, как не забил, Ольсен даже в створ не попал. И вот так вот, но в штангу попадает, это вроде Довбик бил, не на своем точно месте идут. Келлерд и Довбик, нет, здесь еще и в Бенитеса и с левой ноги. Подача над Довбикой, это гол, 78-я минута, получилось забить со стандарта, и поэтому теперь вот Довбик его сам и заработал, сам и забил, отлично. По заменам нет, вот Довбика и Ходждонка я бы оставил. Но здесь как-то не накрывали нашего форварда, ну а счет уже все минимальный. В итоге, ну, минимальное поражение, очень тяжело начали, запись сегодняшнего ролика, сразу же против лидера, но не умаляет этой игры моей в обороне, очень плохо отыграл по статистике. Ну, удары равны, по ХГ, ну, по СВ наиграли, не знаю, побольше, конечно. Ну, и мы тоже не реализовали парочку своих моментов. Ну, и у нас Довбик забил гол, стал лучшим именно нашим игроком. Тахири вышел на поле и как раз вот и отдал эту голевую передачу, отлично закрутил на голову Довбику. Ну что же, матч сейчас у нас против Нека, четвертьфинал Кубка Голландии. А вот предыдущий раз против Нека мы, кстати, очень плохо сыграли, если мне не имеет память. Да, мы проиграли им в Лиге 3-2. Вроде это единственный раз, когда мы встречались, а может быть и нет. А может быть сейчас поищем. Ничего мы не поищем, да, действительно, один раз мы сыграли. Так что реванш нужно у них брать. Ну а кем здесь брать, если у нас сейчас буквально была игра против ПСВ. Мало у нас форвардов, всего лишь 3 в схеме с двумя нападающими. Вот, поэтому Довбик уставший, но надеюсь, во втором там-тайме, если что, поменяем на Ходж Донка. Но посмотрим. Четвертьфинал Нек против Херенвена. Мы играем вторым составом. У них есть интересные персонажи. В составе особенно вот Яспер Сильсен. Поэтому у Шноперта я, пожалуй, выставлю. Вот только не вон, ну вот все остальные, потому что очень уставший здесь. Все. Именно из обороны. Так что будем тоже за этим внимательно следить. Кого-нибудь, может быть, и выпустим во втором тайме. Так что более-менее где-то даже от обороны будем играть. Нек против Херенвена. Четвертьфинал Кубка Голландии. Поехали. Итак, Молтон Роуд. У нас стадион, на котором играет вот Нек. Не стадионный, конечно, но все же. И он принимает четвертьфинал Кубка Голландии. Нек начинает эту встречу. Мы тоже с вами верим в Херенвен. Поехали. Как неплохо Фомие. Еще так оставил мяч. Келлерд влетает уже в штрафную. И не забивает. И отличный пас. Довбик на Тимаси Андерсона, кстати, которого вот нам говорят. Не заиграет он на этой позиции. У него проблемы, что на родной позиции играет со следовательным знаком. А в итоге отлично подключился и забил. 1-0. Вот здесь уже поприятнее. Вот начали бы с Некомы. Мне кажется, было бы нам полегче уже потом там, к примеру, против ПСА играть. Если бы местами матчи можно было бы поменять. Вот здесь отлично. Отлично пробил. Отлично забил. Мы его еще и переводим на другую позицию. И это его дебютный гол в Кубке Голландии. В принципе, в дебютном матче. Довбик на Фамие. Шикарный какой пас. И, а вот, что? Что? Оффсайдс? Вы серьезно сейчас? Ну, там уже все было сделано идеально. А вот посмотрим ли мы? А вот давайте посмотрим. Ну да, да. То, что защитник играл там уже роль. Голкипера. Зато, что он был ближе к воротам, он не считался. Поэтому, ну, здесь ладно. Голкипер. Токери подает. Фамие забивает. 2-0, 39-я минута. Но вы посмотрите на Токери. Он в двух матчах подряд отдает голевые с угловых. Здесь мне небольшую фишечку подсказали. Максимально отводим направо. Чтобы вот щечки с подкрутки. И все. Там главное, дальше все зависит от удачи. И удача пока что на нашей стороне. Два матча. Два забитых мяча с углового. Поэтому вот и стандарты подтянулись. Лишь в этом матче. Только в Кубке Голландии. И сразу же с забитым мячами. Али. Ух, как он вырезал. Ух, как он вырезал. И забивает Фамие дубль. Что за чудо-гол? Сейчас сообразили ребята. И 5 минут не прошло. Ну, 4, скорее всего, прошло. Не суть. Очень быстро забиваем еще один. Вы просто посмотрите, как он отдал. Я зажимал. Вот он шведой отдал. Зажимал L2. И вот отлично. Отлично смог наш... Вот как раз точно он резервный. В принципе, игрок, наш правый защитник. С очень низким рейтингом. В итоге выдал шикарный пас. И 3-0 к перерыву. Али. Подача. И... 4-0. Тахири забивает. А Али оформляет дубль голевыми передачами. Тахири еще и вышел с капитанской повязкой. Ну вот, Али нам показывает. 63-й рейтинг. 13-й разницы между рейтингом с основным нашим правым защитником. Но в итоге... 2 голевые передачи. 4-0. Разгромная выездная победа в четвертьфинале Кубка Голландии. Ребята молодцы. Ну, открытали за прошлое поражение 3-2 в чемпионате. По моментам. Я не знаю, сейчас может там XG, конечно, будет какой-то мизер. Ну, нет. Не знаю. 3-2 за 7 ударов. Более-менее на 4, может, там и наиграли. В совокупности. Можно сказать, наиграно. Лучшим игроком у нас признан Фомие. Забил дубль. Тахири гол плюс пас. Так, Ван Оттели отлично, кстати, отыграл в защите. Я бы даже посмотрел его статистику. Мне очень понравилось. Хотя это был самый низкий рейтинг, вроде защитник у нас в стартовом составе сегодня. 4 из 4 успешных отбора. 1 перехват. Дуэль в нападении выиграл 1 раз. Не знаю. Это в нападении, а в обороне 3. И выиграл 3. А, ну вот он не выиграл дуэль в нападении. Вот нам показали 0. А так. Отлично. 100% по обороне. Тимуси Андерсон забил гол. Который вот стал ключевым. Вот Хусейн Али отдал 2 голевые. Ну и также вот Доббик ушел во втором тайме, чтобы не перегружать нападающих. И отдал голевую передачу еще в первом тайме. Так, а у нас предложение по нашему второму голкиперу. Я его не уставлял, потому что он у нас всегда голкиперов не будет. 1.4 млн. Вот Шеффилда, кстати, ну, на самом деле можно было бы его продать, если бы у меня был другой вариант. Но у меня даже за 1.4 млн. я не найду хорошую перспективу на эту вот позицию. Поэтому не в это трансферное окно. Перестраиваться, скорее всего, будем. Более-менее к лету деньги получим. Тогда будем уже смотреть и искать каких-нибудь звездочек. Не знаю, может быть и этих звездочек, которые у нас уже сейчас есть, будем продавать. Так, ну есть ли из зимних топ-3 трансферов? Этот тренд перешел в январе в Мадридский Риал за 133 млн. И Тео Эрнандес. Вот, два крайних защитника. Еще и Эрнандес один из ключевых, в принципе, от левых защитников в мире, мне кажется, на этой позиции. За 119 перешел в Баварию и еще бы нам кого-нибудь. И Альфонсо Дэвис перешел в ПСЖ. Ну вот, скорее всего, так, 21-го он перешел. Тео под конец. Да, скорее всего, из-за продажи Дэвиса и Бавария подписала Эрнандеса, чтобы закрыть эту позицию. Ну что же, стали известные полуфинальные пары. Я даже сам сейчас не посмотрел. Сразу так резко в четвертьфинал ушел. Мы прошли Нек, Утрихт прошел Фортуну, ПСВ прошли Валвик и Аякс. Прошли Спарту. Ну, то есть, из этих трех команд, естественно, я бы хотел сыграть с Утрихтом. Но сыграем с Аяксом. Тоже есть шанс отпитаться за то поражение и сказать, что он мини. Вот такой мини-шаг к тому, чтобы стать каким-то мастодонтом в Голландии, лидером на несколько сезонов. Это можно сделать. Поэтому посмотрим. Сейчас у нас игра против шестой строчки, против Фортуны. Так, ну и по расписанию я не знаю, чего здесь отталкиваться. Против Фортуны мы сыграем, скорее всего, первым составом. Потому что, ну, мы проиграли ПСВ, надо снова набирать хорошую форму. Вот, у нас уже три поражения в сезоне, именно в чемпионате Голландии. Поэтому шестая строчка, а, даже сейчас на седьмой строчке, там, из-за каких-то... Потому что, наверное, другие команды уже сыграли. Вот, поэтому, ну, мы сыграем первым составом. У них Илмаз, Кордоба, Эмбало. Я не знаю, это те или нет, но вот Илмаз, мне кажется, это один. И тот, наверное, перепутал я с швейцарским нападающим. Тут Эмбало, а тут и Эмбало. Поэтому, ну, других игроков я, честно, не знаю. И Кордоба, скорее всего, не тот. Но вот Илмаз, мне кажется, точно тот. Играем дома. Дождь против Фортуны. Поехали. Ну что же, домашняя игра против Фортуны. Нам перед матчем написали, что Бурак Элмаз забил 4 мяча в трех последних играх. Поэтому, ну, стоит опасаться этого турецкого. Нападающий. Вот Кордоба. Ты или не ты? Как понять вот? Вот как с стрелочкой. Не помню, вот какой ты играл в Атлетике Бильбао. Ну, где-то в Испании. Понятно, что Кордоба испанская. Вот фамилия. Где-то там. Вот откуда деньги-то у Фортуны на того же Бурака Элмаза. Я не знаю, может, его как-то свободным агентом, как мы вот того же Довбика подписали. Не знаю. Как красиво и быстро здесь все это проходит. Довбик с Р1. И гол. Первый же удар в этой встрече. И Довбик забил, почему-то не побежал на вот этот баннер к нашим болельщикам. Но в итоге сегодня уж Довбик точно в огне. Он и голевую отдал в матче против Нека. Он и гол забил в ворота ПСВ и сейчас. Так что у него все хорошо. Мне даже интересно, сколько он сейчас забил уже в чемпионате. Ну вот, ровно 10-й гол в 20 встречах по голу за 2 игры в среднем. Бурак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Забивает Кордова. Покажите мне, кто это. Наверное, может быть, специально-то и пропу... Нет. Еще и скипнул. Ладно. Не покажут нам, скорее всего, что за Кордова. После матча посмотрим. Но мне кажется, что это именно тот. Довбик на ХАЕ. Ух, а тут все было сделано идеально. Увидел Хойдж Донг. А вот Хойдж Донг побежит. Да тоже почему-то они не бегут на баннеры. Наверное, боятся подскользнуться. 25-я минута. Снова Херенвен впереди. Забивает бомбардир наш. В этом сезоне. Лан Хойдж Донг. Офсайда. Офсайда, ну, не должно быть. Товарища-судья не было офсайда. Довбик забивает дубль. И снова не бежит к трибуну. Ну, там и бежать-то некуда было. Откуда-то здесь Кюллер с трибуны так вылетел. Неожиданно. Но в итоге 3-1. Здесь на грани офсайда все было сыграно. И Низан. Классно так пробил под самую штангу. Счет 3-1. Уверенная домашняя победа. Вот сейчас посмотрим, что за Кордова. Нам забил. Да, и Нига Кордова. Про него я имел ввиду. Не знаю, там в Атлетике, либо в Реалсе. Где-то там, в общем-то, играл. Откуда деньги на таких интересных нападающих у Фортуны. И Кордова, и Илмаз. Мы наиграли на три мяча. Фортуна на два. Но у нас Сноперт. Небольшую феерию сегодня провел. Хорошие сейвы сделал. Ну, в принципе, хороший матч. Провел лучшим стал Довбик. Дубль забил. Хочет он гол плюс пас. Келерт, Хае. Также по голевой передаче. Так, Фамие тут жалуется. Мне нужно чаще играть. Я слишком мало выхожу на поле. Это плохо для моей карьеры. Реальные требования неуместные. Он играет почему-нибудь. Странно очень. Так, Ланг. Спасибо, что вернули меня в команду. Ничего страшного. Все время от времени вы не будете меня выставлять. Я просто должен играть. Иначе не смогу оставаться в клубе. Ну что ж, заключительный матч у нас на сегодня. Мы играем против Эксельсиора. Они на девятом месте. У нас лидерство в 9 очков. Поэтому, мне кажется, можно выпустить даже и второй состав до того же Мауса. Я даже выпущу. Почему бы и нет? Вот как-то так. Ну, проиграем и проиграем. Зато кто-то опыт лично для себя получит. У нас лишь только Маус-то и не играл. У нас весь этот второй состав обыграл Нек. Вот. Поэтому, просто посмотрим, там сколько разницы у них. 4 балла. По нападающему Эксельсиора вроде только Мунтария. Знаю. И в принципе, это единственный игрок, кого знаю в этом составе. Поэтому, ну, пусть Маус отыграет. Вы и знаете, для нас игра. Поехали. Ну, что же. Херенвен проводит последний матч в сегодняшнем выпуске против Эксельсиора. Дадим мы шанс игрокам второго состава. Неплохо они себя показали в кубке. Поэтому, мое доверие к ним подросло. Ну, вот посмотрим теперь еще и на голкипера. Второго нашего, так сказать. Ну, состава, эшелона. В общем, не основного. Очень быстро сейчас здесь развивать атаку. Атталах на Довбика. Ну, все. Артем улетает прям. Ой, 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 ой. Очень было близко сейчас. Али. Ждал всех. А дает на Фомие, который забивает чудо-гол. Ну, вот. Если мы вспомним. Я сейчас просто хочу еще раз посмотреть. И после этого уже можно как-то повыпендриваться этим голом. Вот. Отличный пас. Здесь еще так обыграл. Подача. Ну, очень хороший удар. Хотел сказать, что получше, чем Крещано Роналдо тогда забил ворота Ювентуса. В полуфинале вроде Лиги Чемпионов. Но. Там как-то он прям ровно, перпендикулярно назад прям так опрокинулся через себя пробила. Здесь Фомие больше боком. Но в любом случае, гол шикарный. Отлично. Фомие. Нет. Здесь Тахири. Фомие. Этот парень сделал эту игру. Еще так шикарно пробил верхом в дальний угол. Еще и от штанги. Вот прям так смачно. Залетел в итоге этот удар. И дубль Фомие. Я не знаю, будет ли он снова. Скорее всего, это будет. Снова. Наверное, в самую девятку. Будет снова говорить, что мало мы ему времени даем. Из-за того, что он кучу голов здесь забивает. А мы ему мало времени на это даже отводим. В самую девятку. Просто два чудо-гола, которые оба могут быть номинированы на лучший гол сезона не только в Херенвене, но и в принципе в чемпионате Голландии. От игрока Эксельсиора Фомие. И Хэтрик. Хэтрик забивает наш, можно сказать, второй. Второй нападающий, второго состава. Но после того, как ряды наши покинуло несколько игроков арендованных, в итоге выпускать у нас выбора-то особо нет кого-то. Выходят те, кто у нас остался. И вот Фомие отлично закрывает позицию второго форварда для второго состава. И будем рады, если он в итоге останется в нашей команде. В итоге мы вроде-то его и подписывали. Так же, как и Довбика. Свободным агентом. Кого-то дальние удары Маус не выручает. Вот как будто такими ударами даже больше перекидывают вратаря. Не ту позицию выбрал Маус, но пропустил. Победа. 3-1. И сейчас счет, как видите, на табло 1-3. Прямо такой же, как на футболке у Фомие, который забил сегодня Хэтрик. Ну, 8 ударов. Просто расстреливали всю оборону Эксельсиора. Поэтому здесь чистая, наигранная, такая хорошая победа. Ровно, кстати, если округлять, на 3-1 наиграли. А вот Эксельсиора действительно за 2 удара на 0-1 только наиграли. Ну, это просто чудо-гол. Перебросом таким, ну, мощным ударом. Хорошим таким, сильным. Но вышел как будто переброс. Фомие забил Хэтрик. Вон игрок встречи. Тахири, Голевая, Али, Голевая и Келерт. Вот, кстати, у них почему-то очень низкие оценки. Понятно, у Мауса, за то, что моментов не было возле наших ворот, и он пропустил еще гол. А вот остальные игроки по Голевое дали, но сами матч неуверенно прошли. Ну, и Северной Ирландии здесь еще предлагают нам стать главным тренером. Мы отклоняем. Я не знаю, будем ли ждать мы предложения от сборной Швеции. Не знаю. Было бы, конечно, красиво, но там сильно-то играть неким. Ну что ж, друзья, на этом все. Вот такие вот у нас итоги. Вышли в полуфинал Кубка Голландии. Идем сейчас на первом месте. При том, что... А куда так ПСВ отлетел? У нас сейчас отрыв от них в 12 очков. Я не помню, с какого момента они так ушли от нас. Но сейчас у нас преимущество в 11 очков. При том, что у нас еще и матч в запасе. Вот давайте немножечко отложим наше завершение ролика. Кому там ПСВ-то так начали проигрывать. А Якс вот в ничью сыграл с Фортуной. Они проиграли Фейнорду как раз, который их и обошел. И до этого мне бы тоже было бы интересно. И сыграли в ничью с АЗ. Ну вот и потеря очков у ПСВ. Но в итоге, если они сами будут терять очки, вне зависимости от того, как мы будем играть. Мы-то выиграем свои матчи, обыграем кого нам надо. Против лидеров пока что трудно нам еще даются матчи. Именно против ПСВ и того же Аякса. Но стараться надо укреплять состав в следующем сезоне. Потому что еще и будем, скорее всего, играть в Лиге Чемпионов. Я не знаю, прямая ли эта путевка будет первое место. Или же через квалификационные какие-то матчи. Но вот честно, не хотелось бы сразу в Лигу Чемпионов. Потому что нас там будут все обыгрывать. В Лигу Европы какой-нибудь можно было показать хороший уровень. Но посмотрим. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жидан. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok